В этом году открытое первенство Анапы по самбо собрало более ста участников. По меркам нашего города-курорта это маловато, отмечают специалисты. Талантливых спортсменов в возрасте 15 и 17 лет на Черноморском побережье гораздо больше. Однако многие пропускают начало соревновательного сезона по объективным причинам. Кто-то поступает, поступил, уехал, кто-то для кого-то приоритеты учебы важнее. Кто-то не успевает тянуть и спорт, и учебу. Поэтому сегодня мы собрались, проведем первенство города и отберемся на первенство края. Лучшим спортсменам все-таки удается совмещать спорт и учебу. Ашот Макартачан уже отобрался в сборную Анапы под зюдо. Надеется попасть и на краевое первенство по самбо. Приходится успевать везде. В этом вообще никаких проблем нет. Первая семена учусь, потом после учебы сразу домой, отдых, потом тренировка. То есть все в норме находится. И в таком режиме каждый день? И в таком режиме каждый день. Победители этого турнира отправятся в Армавир на первенство края. В случае успеха там выйдут на уровень Южного федерального округа, а потом России. Путь для многих спортсменов и спортсменок уже знакомый. Два раза на юге стал третьим и вторым. На всероссийских вторым, третьим. На городах неоднократно первым, вторым. На этот сезон какие планы? Попасть на Россию. Постоянно езжу на края. У меня первые места. На ЮФО ездила первое место по самбо. А на России поиграла. На этот сезон какие планы? На этот сезон занятия на ЮФО первое место и на России тоже первое место. То есть про это первенство речи даже не идет. Здесь однозначно первое место. Да. И Валерия успешно выполнила первую часть плана на сезон. В своей весовой категории она стала победительницей. А в общем, по итогам турнира на места в сборной Анапы претендует не менее 25 спортсменов. Антон Чистяков, Алексей Девейкин, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.